Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по 4 книге Царств. Это предпоследняя глава в цикле книг царей, 24 глава. И мы читаем. «Во дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иаким подвластным ему на три года, но потом отложился от него». То есть тот самый Иаким, который был поставлен фараоном, сын благочестивого царя Иосия, но который не ходил путем своего благочестивого отца, а подражал Омону и Монассии, нечестивым иудейским царям. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, выступил против него, и на три года сделал Иакима данником. «И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириан, и полчища мавитян, и полчища аммонитян. Посылал их на Иуду, то есть на эту землю, чтобы погубить его по слову Господа, который он излег через рабов своих пророков». То есть все окрестные народы, племена, они стали выступать таким единым фронтом, такая как бы антанта против этой земли. «По повелению Господа было это с иудой, то есть с иудей, чтобы отвергнуть его от лица его, то есть от лица Господа, за грехи Монасия, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить». Казалось бы, был и благочестивый царь Иосия, но ничего же поменять нельзя. Инерция нечестия была столь велика, что благочестивые цари возникают, как некий такой короткий фрагмент, как бы вспыхивает свет истины и сразу вскоре гаснет. Прочие об Иакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских, то есть в книге Паралипоменон «И почил Иакима с отцами своими, и воцарился Ихония, сын его, вместо него». Царь Египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока Египетского до реки Ифрата, что принадлежало царю египетскому. То есть Вавилон поглощает все те земли, которые были вне Египта и которые были данниками Египта, теперь они становятся данниками Вавилона. Возвышение Вавилона – это как бы прообраз того, как царство Антихриста, всемирный Вавилон, как он называется в апокалипсисе, он будет возрастать в планетарном масштабе. «Восемнадцати лет был Ихония, когда воцарился, три месяца царствовал в Иерусалиме, имя матери его Нехушта, дочь Элона Фана из Иерусалима. И делал он неугодный в очах Господних, во всем так, как делал отец его». То есть уже ничего исправить как бы невозможно. «В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму и подвергся город Осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его, и вышел Ихония царевудейский к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князя его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский восьмой год своего царствования, и вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем». Вот в Библии есть книга, она называется «Плач Еремии». Там описывается плач над разрушенным вавилонянами храме, над разрушенным Иерусалимом. «И выселил весь Иерусалим и всех князей, то есть князья Сарим, это как бы принцы, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли». То есть остались самые незначительные люди, а князья Сарим, плотники, кузнецы, ремесленники были уведены в Вавилон. Среди князей был и пророк Даниил, который по преданию был потомком царя Давида. «И переселил он Иханию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 тысяч художников и строителей, тысячу всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение Вавилон». То есть и все эти храбрые ничего уже не могли исправить, ничего не могли сделать. Давайте посмотрим, какой есть комментарий. Это Иоанн Кассиан, его собеседование. Образ того, о чем мы сказали, а именно, что когда обнаруживает себя тщеславие, грех блуда, отступает. Красиво и достаточно ясно дан в книге царств. Царь ассирийцев Навуходоносор из Египта направился в свои земли, взяв плен иудеев от египетского фараона Нехао. Он сделал это не для того, чтобы вернуть прежнюю свободу и их родные места, а чтобы переселить их в свои земли, которые находились еще дальше, чем Египет, где они удерживались в плену. Этот пример надо понимать следующим образом. Хотя более терпимо быть покоренным греху тщеславия, чем блуду, но из господства тщеславия вырваться труднее. Если кто-то удерживается относительно долгое время в плену, то ему сложнее вернуться на родную землю и к прежней свободе. Потому правомерен направленный ему упрек пророка. Почему возраст и в чужой земле? О том, кто не отходит от земных грехов, соответственно, и говорят, что он состарился в чужой стране. То есть понимание Иоанна Кассиана, он как бы предлагает аллегорическое столкование, противостояние между Египтом и Вавилоном, это противостояние между блудливой цивилизацией Египта и высокомерной цивилизацией Вавилона. И когда одна цивилизация побеждает другую, а народ Божий в данном случае – это фрагмент на пути из Египта в Ассирию, на пути из Египта в Вавилон. И их, как бы вот так проходя, взяли всех в плен и переселили. Теперь посмотрим, какое объяснение есть в Амбрусе Медиаланского, это вот трактат об обязанностях священнослужителей. Церковь имеет золото не для того, чтобы хранить его, но чтобы расходовать при необходимости. Какой прок охранять то, от чего нет пользы? Разве не знаем мы, сколько золота и серебра забрали ассирийцы из храма Господня? Не лучше ли священникам переплавить его на пожертвование беднякам, если нет других источников, нежели врагу святотатцу унести его и осквернить? «Неужели не скажет Господь, зачем ты терпишь, что столь многие умирают от голода? Верно, у тебя было золото, и ты должен был раздать милостыню. Почему столько пленных отведено на невольничий рынок, и почему столько неискупленных досталось врагу, чтобы быть убитыми? Лучше бы ты сохранил живые сосуды, чем сосуды золотые». В России медиаланские обращают внимание на то, что сокровища как-то обнаруживаются всегда в храме, но в конце концов все эти храмовые богатства достаются кому? Вавилонянам. Вавилонское пленение. Оно было 70 лет. Когда была Октябрьская революция, ее тоже отождествляли с вавилонским пленением. И действительно, советская власть находилась у руля 70 лет. И то золото, которое церковь накопила за царский период, оно оказалось в руках комиссаров, которые все это отобрали. А Амбросий, который жил во времена, когда тоже были нападения на христианские земли, он говорит, ну и для кого копили все это золото, все эти богатства. Лучше было бы раздать это все нуждающимся, заботиться о сосудах живых, то есть о людях, чем нежели о сосудах золотых, которые будут использоваться не по назначению. Действительно, мы знаем, что вавилонский правитель Валтасар, он эти сосуды золотые дома Господней использовал для пирушки, наливая в них спиртные напитки. И мы читаем далее, 17-го до конца. «И воцарил царь Вавилонский Матафию, дядю Иханию вместо него, и переменил имя его на Садыкию. 21-го года был Садыки, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иаким. Гнев Господен был над Иерусалимом и над Иудой до того, что он, Господь, отверг их от лица своего и отложился садыкия от царя Вавилонского». То есть он как бы восстал против Вавилона, но восстать против оккупации можно, если Господь с тобой, и Он помогает тебе. А если ты сам при этом язычник и долопоклонник, то поможет ли тебе это? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok